Окей Помогает Мэту в сегодняшнем выпуске, по всей видимости Поблагодарили, соответственно, всех модераторов В том числе Мубота, по-моему И бьерно, конечно же Во-первых, ПТБ Важная инфа На этих выходных открывают ПТБ Публичный тестовый билд Все в Стиме смогут поиграть И потестить систему эмблем И что же такое система эмблем? К нам придет Томас поговорить об этом Далее Следующий ивент комьюнити Мы его готовим Мы можем об этом говорить уже сейчас, сказал Мэтт Специальный офферинг нас ждет Какой-то Этот специальный офферинг будет влиять на то, как играется игра Ну, что, какой-то, и игровые объекты, с которыми надо взаимодействовать Работать можно будет над своим личным челленджем и челленджем комьюнити Вместе, все вместе И если это все сделают, можно будет получить новую кастомизацию Будут клевые изменения менюшки Такие дела, много всего нового Внезапно, внезапно нас ждет То есть, какой-то офферинг, который изменяет правила игры Неужели мы получим какой-то новый режим игры, грубо говоря? Ну, и опрос по Пиле Люди сказали, что и как Около 18 тысяч человек ответило на опросник Пройдемся по цифрам 22 тысячи участников из 149 разных стран И 9 тысяч человек практически хотели... ну, дописали дополнительный комментарий А среднее игровое время всех тех, кто... Принял участие, это 436 часов Итак, кто и как хорошо оценил контент То, как выглядит карта, оценили больше всего на 4 То, как выглядит свинья на 3.9 звездочек Способность свиньи на 3.4, ну, потому что она действительно средненькая и слабенькая Рейтинг перков Ну, Make Your Choice на убийцу, естественно, хороший Сюрвейлинс должен был заслужить ноль, потому что это не перк, это... это ничто вообще, это второй дежавю Изменение дизайна У Хаги немного поменялось, то, что на Control теперь можно прыгать Блинк Нурсы людям понравился Измена Ланджа тоже норм, средненько С палетками средненько В целом, говорит, позитивный фидбэк Ну, такой нету, потому что она заболелась Вот, хочу, чтобы она поправлялась Вот, ивенты какие-то на этих выходных вроде должны быть, но он не знает, о чем говорит, потому что над Queen нет, а она этим всем заправляет Я сижу почему-то в центре экрана, а я не очень Я думаю, что их промоция может закончена, но вы можете проверить на Умбл Монтли, вы можете купить на 10$, я думаю Нашел ли Мэтт ответ на вопрос, какой, какой из убийц больше все-таки Сражался против сущности, типа, не хотел становиться маньяком в игре Мэтт сказал, блин, я забыл, надо, короче, сейчас запишу и обязательно найду потом Когда тестовый сервер ответили же на этих выходных Севастьян говорит, что траппер Все больше всех, потому что Потому что, типа, он такой боец, и он бы не сдался так просто Ну... Либо призрак, потому что он добрый парень на самом деле был Катушек съехал в определенный момент Сейчас, потому что есть так много перков, которые добавили в игре Это очень хорошая вопрос Да Это не часть плана, конечно Но, да, мы знаем, что добавить больше перков, когда мы добавляем новые персонажи Вопрос по поводу изменения Бладвеба, говорит, в игре уже слишком много перков, можно ли нам ждать каких-то изменений? Нет, пока что нет, но когда-нибудь может произойти такое, что нам кажется, что слишком много перков и надо что-то менять Если вы не принимаете участие в челленджах, вы можете не получить и темпу, потому что там есть персональные какие-то челленджи Ага, комьюнити-ивент не на этих выходных, на этих выходных только ПТБ Вот У вас будет время нормально поиграть на ПТБ, осмотреть систему эмблем, а уже потом, скорее всего, на следующий или когда там китайский Новый год, он еще не наступил, нет? В общем, вот скоро комьюнити-ивент будет нас ждать, скорее всего, это на китайский Новый год, потому что в прошлом году тоже было, и это логично Вопросы и ответы Хорошо Вопросы и ответы Вопросы и ответы Когда-нибудь переработают Хэдденфилд? Говорят, с рвов в окна очень тяжело честить, когда они кругами бегают Когда пила вышла, было небольшое изменение на Хэдденфилд, там с окнами, с генерацией окон, и два дома с окнами не могут заспавниться рядом, больших домов. Мы всегда пересматриваем определенные карты, по поводу баланса. Будет ли оригинальный маньяк, который с воронами взаимодействует лучше? Будут какие-то... У нас есть идеи по убийцам, которые взаимодействуют с миром животным как-то. Животный мир не только вороны, в будущем когда-нибудь. По поводу ПТБшки нам бы... Скорее всего, начнется ивент как можно раньше в пятницу и до самого позднего воскресенья. Ну, то есть, эти выходные. Палет, вакуум и стун, они совершенно разные вещи. Они не связаны вообще. Но, да, мы хотим исправить это. Но это не происходит в момент. Как долго это будет дать, чтобы исправить дубль стун? Это исправлено в последнем патче. Однако, может быть, несколько случаев, где она умерла после чего-то, что она не должна. Но я думаю, это очень... Двойной стан Нурсы уже убрали, но есть какие-то ивенты, в которых она все еще... Как-то станется, когда не должна, вроде бы. Ну, что такое еще вроде происходит? В очень редких случаях. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Найс, я вообще могу слышать это в голове. Нет, Маклин, мы не должны поставить это. Окей. Было бы возможно для комьюнити создать какие-то калорийные силы? Вы выбрали от ваших трех любимых идеях, и комьюнити может выбрать за один из трех, и следующий калорий получит этот калорий. Да, это привело к очень длинной конверсации. В основном, калорийные силы гораздо больше. Может быть, перкс будет лучше, чтобы это сделать? Говорит по поводу... Вопрос, типа, предлагай... Дайте людям голосовать, какая следующая будет способность убийцы. Типа, выносите на голосование там три способности, и мы будем выбирать. Ну, Мэтт говорит, вряд ли со способностью все-таки, это... Нам очень разрабатывать надо. По поводу перков, может быть идея, в принципе, интересная. По поводу статистики в этот раз даже нету, потому что Жюлье на данный момент, можно сказать, в небольшом декретном отпуске. Да, он заботится о своем врожденном ребенке на данном. ПТБ только для ПК, конечно же, только для Стима, никаких... ПТБ для консолей. Хорошо. У меня есть вопрос от Лусилы, который был вампир. Это хороший имя. Повторяю. На последнем стриме вы хотели поговорить про золотую тулбокс. Вы можете поговорить? В последнем стриме это был, который раньше. Так, можем мы поговорить о нем? Да. Хорошо. Вау, это невероятно. Ну, ну, знаешь... Система тотемов переработать. Мы хотим удостовериться, что сурф не появляется рядом с хекс-тотемом. И еще мы хотим, чтобы маньяк появлялся чуть ближе к хекс-тотему, вот. А еще новый тотем, который они как-то упоминали давным-давно, такой фейковый тотем горящий. Извините. Мы продолжаем оптимизировать и продолжаем улучшения, но не такой спецификой. Когда вы вернетеся к комьюнити-эвентам? О! Что? Повторяйте к вашим никкерам. Это что-то я поставил. У нас ждет уже скоро. У нас есть Кинг Косметики. Повторяйте к комьюнити-эвентам, пожалуйста. У вас есть ответ. О! У нас есть ответ. У нас есть ответ. Веселый парень. По поводу свиньи спрашивают звук, который она издает, когда выходит из. По поводу свиньи спрашивают, мы решим. Другой – это рваж. Это по дизайну. Да. То есть, что мы думаем, что мы можем поставить рваж в конце рважа, вместо в начале. Так что вы все равно получаете немного больше этого сюрприз. Да, но мы увидим. Крик хотят под конец сделать, чтобы больше удивляло оно, да? Чтобы ты ее не ожидал. И по поводу звука, когда любой убийца выходит и начинает идти, двигаться и видит игрока, когда долго не двигался вот этот вот звук. Он для всех убийц типа есть, это как Insidious Sound, так сказать. Он вроде как не должен быть. Вроде бы не должен он быть. Бьерн идет за ПТБ и Эмблем системы. Человечком, который нам будет рассказывать про ПТБ и про систему Эмблем. From the web Мэтт показать без Бьерна не может, поэтому пока что ответ на вопрос из чатика. Легаси для консоли – нет. Легаси для консоли – нет. Игроки на PC получили Легаси Престиж, потому что они в свое время очень много гриндели. Им пришлось очень много гриндить, потому что система Bloodweb раньше была не такой быстрой. Себастьян, удачки! Спасибо, что был с нами. Томас, здравствуй. Так что я думаю, что Бьерн смотрит на вас в игре. Если я правильно помню, экономикс-дизайнер в игре, то есть он разрабатывает Bloodweb, рейтинговую систему и прочее. показать, что нужно сделать, и получать его в свои руки за неделю. Сколько лет вы работали на это? Мы начали работа начать 4-5 месяцев назад. Началась работа над системой Эмблем. Да, Game Economy Designer. Правильно, я вспомнил. Будем начинать. Расскажем, а на выходных уже сможем потастить. Итак, что такое система Эмблем? Мы хотели создать новую систему ранговую, которая будет обращать внимание на то, как хорошо ты сыграл в катке, причем примерно похожим образом для убийцы и для выживших. Есть 4 эмблемы, которые надо заслужить в каждом матче и которые зависят от 4 разных вещей. Это все еще дизайн, может быть еще что-то поменяется, не забывайте об этом. Ага, и у Эмблем есть не только количество 4 эмблема, у них еще есть качество определенное, которое определяет твой общий рейтинг игровой и прогресс к следующему рангу. В следующем слайде чуть более подробно будет. Система Эмблем связана только с тем, чтобы определить твой рейтинг, она никак не влияет на твой прогресс в игре, на количество Big Blood Points, грубо говоря, которые ты зарабатываешь. Да. Но это не один-то один-то отношения, но шансы хорошие, что если ты играешь правильно и получаешь хорошую массу Blood Points, ты тоже получаешь хорошие эмблемы, потому что ты показываешь... Хорошая игра значит много разных вещей. Разные стили игры они пытаются поощрять. Игра не хочет, чтобы ты был суперхорош во всем. Но это будет делать, что из этого будет выявляя количество пипов выиграли или выиграли. Если вы не знаете, мы не спрашиваем вас к счастью, что вы не сможете уникать все. Вы можете взять отличное место... Ну, это может случиться, где вы ухудрете все, вы делаете гем, вы выжать, вы выживете, но это не очень важно. И даже если вы делаете одну из этих вещей очень хорошо, это может быть еще худой и более полезным. И условия убийства для убийц, чтобы получать рейтинг, уходят. То есть все, не надо теперь закемпить двоих для того, чтобы получить одну капельку. Убийство убийства, чтобы уничтожить пипы, вы можете нечтожить их, но не забывайте о том, что они вообще не работают. То есть вы можете убить как килл, или как килл, но не уничтожить как килл, но не уничтожить не сильные отношения между двоих сторон. То есть, идея для эмблемы, они в оппозиции с другом. Вы можете убить четыре, и они победят. У убийц и у выживших цели противопоставлены. Например, если выжившим надо работать над генераторами, то убийце надо не дать им починить генераторы, к примеру. Если вы хорошо какую-то одну эмблему, типа, в одну эмблему сыграли, то это может повлиять на эмблему твоего оппонента, на качество эмблемы, ну, выжившего, к примеру. Ну и да, система рейтинга и система денег, которые ты зарабатываешь, блатпоинтов, полностью разделены. Ну и что такое эмблемы и как они работают? Четыре качества эмблемы. Бронзовая, серебряная, золотая и светящаяся. Или радужная, по-моему. Что такое? Если ты потеряешься кемпом, то это не лучший способ. Если ты пытаешься кемпить, типа, одного-двух, ты потеряешь сильно в других эмблемах, скорее всего. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы это как раз-таки не хотелось это делать. Качество эмблем, которые ты заработал, определяет общий прогресс к следующему рангу. Продолжение прогресса. Ты не увидишь, но когда ты увидишь, что вы увидите, что у вас есть эмблемы, как и качество эмблемы. Как я сказал, это может быть от ничего, бронзов, гол, и иридесант. Иридесант-эмблемы, иридесант-эмблемы. Вот, если ты фокусируешься на какой-то одной вещи, и делаешь её очень хорошо, и редисент, скорее всего, получишь. Общее качество четырёх эмблем будет зависеть от того, как... ...победил ты, ну, сколько капель ты получил или терял. Четыре бронзы достаточно для одной капли, по-моему, если я правильно слышал. Так, по поводу того, какие эмблемы есть. Лайтбрингер против гейткипера, выживший убийца. Лайтбрингер, как сильно вы помогли в починке генераторов, каждый прогресс засчитывается, любой прогресс засчитывается. Гейткипер каждую секунду даёт очки... ...бэйзен, молотов, очки... Ага, в зависимости от количества непочиненных генераторов на карте. Непочиненные генераторы... ...не сделанные генераторы в конце игры, видимо, приносят дополнительные очки. То есть, каждую секунду. Если игра, к примеру, закончится очень быстро на пяти гейнерах, гейткипера ты почти не получишь. Скорее всего, потому что нет генераторов, которые не выполнены, не выполнены, я должен сказать, на гейтке. Но если вы сможете сохранить даже несколько из них за долгое время, и, в действительности, управлять прессу, чтобы эмблемы не смогли выполнить их, вы получите хорошую количество гейткипера. Есть несколько выживших. Могут ли все выжившие получить иридисент эмблему? Если все четверо починят все гейнеры, возможно, к примеру. Это очень вряд ли, но это возможно. Нет никакого минуса в том, чтобы работать вместе. То есть, да, если ты убил всех до пяти гейнеров, ты получишь небольшой буст. Следующая эмблема — несломленный против Devout. Бнпшка дает сто процентов, по сути, в гейнер. Ну, и в эмблемах. Так, Unbroken дается выжившим только, если они сбежали. Качество зависит от того, сколько раз тебя положили на землю. Убийцы награждает за Сакрифайсы и за Мементомори. Смерть от слаггейма не дает очков Смерть от слаггейма не дает очков Но это, по сути, условия для убийцы, чтобы получить самый минимум, типа, одну эмблему или типа того Убийство эмое Следующий Способность действовать вместе игрокам А у убийцы, типа, как ты ранишь игроков, типа, и прочее Так, ладно, все проигрывают очки у выживших, когда тиммейта ранят Либо его вешают на крюк Но эти очки зарабатываются обратно, если вы его спасли Альтруистические действия добавляют очки в эту эмблему У убийцы ранений на землю кладешь, поинты теряются, если выживших прохилили Выигрываете очки, повесив выживших Эти очки никогда не теряются Довольно сложно Но в этой же время, когда тиммейты не потеряются, если выжившихся Не выжившихся Причем, что, когда вы выживаете, вы получаете свои точки, они готовы Они сохранены И у вас нет инцентива, чтобы выжить человека И выжить что-то и уйти еще И выжить кого-то Эти точки у вас По поводу селф-кера Ты не получаешь бонусных очков в этом случае Но очки обратно возвращаются, если дайте прохили, которые потеряны И последнее Ты можешь бежать И ты можешь прятаться Эвейдер И чейзер Старайтесь быть стилсовыми за выжившим Когда вы близко к убийце, но он вас не видит, вы получаете очки Когда вы сбегаете из чейза И если вас не хитнули, это дает очки Чем дольше чейз идет, тем больше очков У убийцы, начало чейза и хит Во время чейза дополнительные очки И в зависимости от того, на сколько долгий чейз идет И если чейз Соксесфул Ну, типа, если ты в итоге добежал все-таки хитного игрока то, что ты даешь И в этом случае, победитель победителя получает целый пункт. И так, чейзер, на другую сторону, для чейлера, выводит вашу способность спать и трогать чейзера. Лендинг-плак, победитель, также приводит большую массу пунктов, и вы получаете дополнительные пункты, если чейз был долго и успешным. Так, для чего нам, в принципе, нужен тестовый билд? Играйте как можно больше. Мы хотим собрать дату по количеству игроков и уровню скиллов, чтобы забалансить всё по очкам, по сути. Также у них будет опросник по поводу каждой эмблемы. с конструктивными комментариями, пожалуйста, которые помогут дизайну. Ну и постарайтесь, играя с эмблемами, разнообразить свой геймплей, и посмотреть, как вы можете улучшить свою игру. Играйте, потестите всё и расскажите, что вы думаете. Все это поможет разрабам, соответственно, добалансить систему перед своим релизом. Играйте, как они будут беспокоены. И пытайтесь играть с ними. Попробуйте максимизировать одну эмблем, пытайтесь сделать кого-то потерять, чтобы убедитель не получит его эмблем. Абсолютно. Например, в одном игре вы можете решить, быть полностью альтруистичным и просто делать беневолент. Что случится, если вы делаете это? В другой игре вы можете пытаться быть... Ну, то есть, потестите, что если вы будете чисто альтруизмом заниматься? Или чисто геймплей что-нибудь? Как это сыграет? Что вы получите? Как всё это сработает? Парандовать пиджак для эмблем. Да. В общем, если хотите помочь нам сделать, и вы чуть лучше, играйте, посмотрите, отпишитесь потом. Небольшой опросник, всё, на пару минут. Да, мы хотим узнать, что вы именно будете чувствовать по поводу системы. Не надо описывать, что произошло, то-то, 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 а именно, как вам понравилось. Нет. Габриэль будет постать на всех социальных сетях. Я думаю, на всех... Вы найдёте инфу, как принять участие в ПТБ. Всё это будет, конечно же. Сможете найти... И... И... Матквин всё везде запостит. Думаю, в группе ДБД будет. У нас, конечно же, тюрьминфа будет. Да. Это будет, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, говорят по поводу прогресса, как будет на ПТБ, его, конечно же, не будет, вы не сможете сохранить свой прогресс и перенести его на основную игру, но ваш сейв туда перенесется, вы будете своим аккаунтом И в Kill Your Friends можете также потестить, все, на ПТБшке все работает Ну, наверное, все на данный момент по ПТБ-системе и по системе Блем, ну и ваша работа, конечно же, в эфире, любимая рубрика Мэтта Доктор поедает бипишки И Мэтт еще параллельно вопрос и хочет ответить А еще Мэтт говорит, типа, когда на ПТБшке будете играть, не надо брать все самые лучшие аддоны, самые лучшие шмотки, там, в каждой катке брать brand new part И просто потому что вы знаете, что вы их не потеряете, не надо Поиграйте с разными балдами Прикольный химмель, так он был, конечно же Прикольный химмель, так он был, конечно же Следующий химмель, который показывает нам их очень классное Хантрыс Инк Эта фотография могла бы была поставлена в другую сторону, это нормально Деро Минималистичный, так кажется Вот этот скетч Это всегда работает Это... Это гуфи смайл этого... Блинного траппера Гог-Эйдж-Ти-В Я думаю, был стриминг, wearing that Супер-кри-пи-траппера-маск Неплохая маска Напоминаем, что можно маску купить у разрабов Ну, в официальном магазине Или айс, может быть? Может быть, это айс Да, это звучит как айс Так, спасибо Коспойчик 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 Кейси-Ой-Текой Это тоже, когда мы увидим совершенно разные стилила Коспойчик Это очень круто, есть несколько остальных, но я пытался удержать себя от поставить больше, чем один из одного из артиста Найд Аварис Это моё современное оборудование Коспойчик Спасибо за это Это красиво Вы все равно нужны маленькие любви Маска у неё жесткая Эм... Ты знаешь... Ну и кстати нужен такой костюмчик Да В самом деле, она надеется костюм Айси Так Вот прям вот да Скином Чтобы проще было в лицо Майерса светить, а то он слишком высокий. Снова бипишки поедают. Какая-то новая фишка по ходу. Ушитей Моку. Анимешный такой, прям, доктор. Перебафанный. Ну куда ж без Капа Прайд артов. Вот прям вот куда ж без них. Ну. Кстати, стоп, а может быть ивент будет приурочен к Дню Святого Валентина, не? В следующей неделе. Не китайскому Новому году. В следующей неделе. Не китайскому Новому году. Да. 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 И я тут задумался, что нет эмблемы, которая типа работает от девиосноса, по сути. Ну то есть чем больше ты своей способностью как-то повлияешь на игру за убийцу. Ну видимо ее сложно сделать, потому что они же противопоставлены друг другу. Уже завтра мы узнаем инфу о том, как попасть на ПТБ от NotQueen все будет. Как, что, куда, где, насколько. Следующий ивент будет для всех. Стимы, консоли, будет специальный офферинг в игре, который будет как-то менять правила игры. Вы сможете получить косметику, ну кастомизацию какую-то. Опросы нам понравилось делать, мы продолжим это делать. И мы сделаем их лучше с этим. Потом были несколько веков-эвентов, которые я не могу сказать и не могу сказать. Но если что-то написано на моей агенте, то я их скажу. Так что мы должны быть очень внимательны с этим. И Humble Bundle нам дали... Humble Store, в самом деле, нам сделали лучшую игру в 2017 году, о которой мы рады. Это всё. И сегодня мы получили лучшую игру в 2017 году. На релизном в 2016 году? Ну всё равно. Они очень рады этому. В реальности? Да. Я научил что-то. Вот так. И его цитата для сегодняшнего – «Секрет гениальности – «Скрыть духом ребенка в старый год, что означает, никогда не потерять вашу энтузиазм. » Еще с детства... Чао! Ну да, прощаемся с разработчиками до следующей недели. Много инфы сегодня было. Еще с детства перенести свой энтузиазм, типа, уже в... Ну, когда становишься старше. Вот. Оно. Продолжение следует...